Всем привет дорогие друзья! Пока Василий Александрович Кикнадзе разлегается и подкидывает нам новые мемасики про то, как медленно играет в обороне Локомотив, про то, что с таким составом Локомотив точно должен выходить из группы Лиги Чемпионов, а также про то, что спустя три месяца селекционной работы мы вполне можем вернуться к переподписанию контракта с Мануэлом Фернандешем. Я предлагаю поговорить о чуть более стратегических вещах, о будущем, а именно о лимите на легионеров, который принят в новой редакции 8 плюс 17, вместо действовавших уже много лет 6 плюс 5. Лимит 8 плюс 17 это довольно жесткий лимит по заявке. Я всегда был за то, чтобы лимит был именно по заявке, а не по количеству игроков на поле. Мне кажется, даже то, что принят такой жесткий лимит 8 плюс 17, вместо 6 плюс 5, это все равно пойдет на пользу российскому футболу. Но при этом, конечно, будут серьезные проблемы у достаточно большого количества клубов. Практически у всех клубов, включая наш, есть перебор этих самых легионеров. Например, у Локомотива, если верить официальному сайту, их 10. И мы верим и надеемся, то, что до конца трансферной кампании у нас появится в этом списке пополнение. Потому что, например, какого российского опорника можно взять для подмены Баринова или Криховика, я, честно говоря, вообще не знаю. А на европейском или латиноамериканском рынке или африканском рынке такие все-таки есть. И даже за наши небольшие деньги их, наверное, можно будет уговорить присоединиться. Ну, конечно, существуют еще аренды, которые ничему нас не обяжут. Возьмем на год, потом посмотрим. Но это все уже лирика. Лимит 8 плюс 17, который означает то, что в заявке на весь сезон может находиться не более 8 легионеров и 17 российских футболистов, а также белорусских и прочих ребят, которые по каким-то причинам не считаются легионерами. Среди вот этих 17 должны быть еще не менее 4 доморощенных футболистов. Это, конечно, очень жесткий лимит. И он достаточно сильно ударит по амбициям наших клубов в Еврокубках. Конечно, гораздо более оптимальным смотрится лимит 10 плюс 15, когда в заявке на сезон может находиться 10 легионеров. И это тоже был бы жесткий лимит, потому что представить, что весь сезон 10 легионеров проходит без травм, без спадов, без желтых-красных карточек невозможно. Кто-то будет постоянно выпадать, как, например, выпал сейчас у зенита Малком. Его купили за 40 миллионов и следующие 6 недель он не будет играть. И такие ситуации происходят повсеместно. И у локомотива есть свой Джефферсон Фарфан, который на полгода выбыл из-за травмы. И этот лимит, теоретически, сейчас его нету. И поэтому то, что у нас легионеры выпадают из-за травм, в общем-то, ничего страшного. Их всегда можно заменить другими легионерами. А вот если бы у нас сейчас был лимит 8 плюс 17, и одно из этих мест занимал Джефферсон Фарфан, как у зенита занимает Малком, это было бы очень обидно, потому что вся заявка сокращается уже до 7 легионеров. И это, конечно, гораздо труднее. Но мне все равно нравится то, что мы переходим от совершенно дурацкого и очень вредного лимита 6 плюс 5, когда на поле может находиться не более 6 легионеров, а российских футболистов должно быть не менее 5, к лимиту по заявке. Потому что лимит по игрокам на поле это путь в никуда. Тебе обязательно нужно иметь на поле российских футболистов. И именно это ведет за собой то, что у нас появляются лимитные позиции. Да, мы теперь точно знаем, что вот, например, позиция, условно говоря, нападающего или левого крайнего полузащитника, это позиция иностранного футболиста. А крайние защитники или вратари это позиция лимитная, потому что их в стране довольно много и потому что любой может научиться играть на позиции крайнего защитника. И это приводит к тому, что ряд игроков начинает снижать требования к себе, они в любом случае попадут в состав, в основной состав на поле. Не в одной команде, так в другой. Им обязательно заплатят большое количество денег. А другие футболисты вполне себе талантливые. Они просто не имеют никаких шансов пробиться в основной состав, просто потому что позиция, на которой они играют, она принадлежит иностранным футболистам, которых всегда можно купить сильнее, чем футболист молодой и доморощенный. Лимит по заявке эту проблему немножко ликвидирует, потому что сейчас ты не можешь накупить себе бесконечное количество легионеров, ты их должен более-менее равномерно распределить по всем позициям. И как только этот футболист вылетает, у тебя появляется шанс у молодого футболиста проявить себя, заявить о себе и тогда, возможно, он именно станет основным футболистом, а тот человек, который выпал из-за травмы, его продадут и купят какого-нибудь футболиста на уже другое, более слабое место. В общем, так это должно работать в идеале. И да, конечно, 8 легионеров это очень мало, но прежде всего это скажется именно на еврокубковых амбициях. А на внутрироссийской сцене должно произойти достаточно сильное расслоение. Если сейчас мы частенько видим то, что команды уровня Зенита, которые могут потратить практически бесконечный трансферный ресурс на укрепление, все равно не могут обыграть такие команды, как Ахмат, то с новым лимитом, особенно когда этот лимит устаканится и команды поймут, как с ним работать, и когда появится возможность, например, в идеальной ситуации выпустить 8 сильных легионеров, и когда окажется то, что у сильных клубов обойма из 17 доморощенных, она все-таки понадежнее, чем у клубов послабее, расслоение между ними должно быть больше, и вот эта вот ситуация, когда у нас каждый год какие-то новые команды залезают в еврокубки, каждый год новый чемпион, мне кажется, она немножко поутихнет. Самым ярким клубом, который должен выиграть от нового лимита, мне видится Краснодар, потому что они могут потратить и достаточно большое количество средств на сильных легионеров, как они это сделали в это трансферное окно, но вместе с тем у них и довольно шикарная обойма из 17 россиян, которые, соответственно, в любой момент могут подменить без практически потери качества. С новым лимитом, мне кажется, что Краснодар станет одним из самых явных претендентов на чемпионство, долгожданное, наверное, для команды Сергея Галецкого. Но и для локомотива лимит 8 плюс 17 не должен стать большой проблемой. Уж с 17 российскими футболистами у нас точно нет проблем, потому что Академия работает здорово и, наверное, ни в одной команде РПЛ нету такого влияния выходцев из Академии, собственной Академии, на итоговый результат, как у локомотива. Проблема в легионерах. У нас, как я сказал, 10 и давайте подумаем, кого же из легионеров стоит оставить, над кем стоит подумать, а с кем придется расстаться в следующем году. Расстаться придется всенепременно, потому что 10 это больше, чем 8 и как минимум с двумя футболистами точно придется расстаться, а если придет еще кто-то до конца трансферного окна, или зимой, например, кто-то придет, то, соответственно, таких футболистов должно быть больше. Давайте начнем с тех, кто точно должен остаться в команде. И под номером 1 идет Джегош Криховик. Поляк только недавно подписал контракт с локомотивом на 3 года и все вопросы по тому, что, возможно, у него пропадет куда-то мотивация, были отброшены стартовыми турами последние, наверное, 4 тура. Именно Джегош Криховик герой матчей. Тот человек, который спасает для нас результат, забивает красивейшие мячи и тянет команду вперед. Поэтому Джегошу однозначное да, и это твердый игрок стартового состава. Без него сейчас даже и сложно представить локомотив. Следующие два человека, которых, ну, по-любому нужно оставлять, это Серкей Рамурила и Лука Джорджевич. Причины примерно те же, что и у Джегоша Криховика. Мы их только что подписали. Поэтому избавляться от них уже на следующий год будет немножко неблагоразумно. Серкей Рамурила в стартовых матчах не показал какого-то заоблачного уровня и был вытеснен Бенедиктом Хеведосом из стартового состава, сел на лавке. Но Мурила мы покупали на вырост, и если мы хотим продать его за большие деньги, нужно будет сначала заиграть его в российской премьер-лиге на долгой дистанции. Возможно, в Еврокубках тоже в нескольких матчах. И так, чтобы он при этом показывал высокий уровень игры. Покупать его за два с половиной миллионов евро, не дать ему толком поиграть в РПЛ и тут же продать его обратно в Бразилию за три миллиона евро, это будет немножко недальновидная политика. Поэтому, как минимум, на еще один год он должен остаться. С Лукой Джорджевичем примерно та же ситуация. Мы пока вообще не знаем, что он из себя представляет. Возможно, он здорово заиграет в локомотиве прямо с первых матчей, пока у него толком и не было возможности себя проявить. В матче с Динамо всего там на несколько десятков минут он вышел. Но даже если этого не произойдет, продавать его тут же на следующий сезон будет не самая умная затея. Только если мы купим сходу какую-нибудь крутую ему замену, во что лично я не особо верю. Но, тем не менее, если мы купим какого-нибудь супер-форварда, который явно посадит Джорджевича на лавку, у того не будет снова шансов, как в Зените, тогда от Джорджевича, наверное, можно будет и избавиться. Но, согласитесь, в этот вариант верится не очень. Раз уж купили, давайте раскрывать и продавать тут же на следующий год. Ну, мы даже Эдеры так не продали, так что давайте будем давать Джорджиу чуть-чуть побольше шансов. Итого это уже три человека. Осталось всего пять позиций. Это очень мало. Поэтому давайте думать. Следующие позиции будут в любом случае спорными. Есть несколько человек, у которых заканчивается контракт. Один из них это Маци Рыбузь. Поляк, наверное, это тот человек, на которого в начале сезона свалилось наибольшее количество критики. Он регулярно по своему флангу пропускает соперников, оттуда нам прилетают голы. И даже внешне визуально кажется то, что поляк очень много ошибается. Но при этом у него есть две голевых передачи. Столько за локомотив, мне кажется, он еще ни в одном сезоне не выдавал. Но матч с Динамо, и мы снова видим то, что у Маци Рыбуся травма. Таких травм у него на протяжении прошлого сезона и позапрошлого сезона было довольно большое количество. И в этой связи начинаешь задумываться, а насколько нам нужен крайний защитник, легионер с не очень высоким уровнем игры, в первую очередь в обороне. Человек, который достаточно часто травмируется. Он не молод, поэтому на его прогресс мы не можем рассчитывать с твердой уверенностью. Мы вряд ли его сильно продадим, поэтому нужно ли будет продлевать с ним контракт? Лично мне кажется, что в следующем летом Маци Рыбусь должен нашу команду покинуть, а на его место должен прийти более сильный легионер. Ну или если мы найдем, то игрока с левой ногой на левый край защиты с российским паспортом. Но таких, к сожалению, очень мало. У нас есть Михаил Лысов, но и его игра не сильно всех устраивает. Подробный ролик про Мишу Лысову я уже делал. Есть еще одна кандидатура. Это Брайан Идову. Он тоже играет на левом фланге обороны. И про него сказать что-то плохое или что-то хорошее не получается. Этот игрок очень старательный. Этот игрок очень обаятельный. И ролики с ним это чистый восторг. И Локо ТВ, и другие сторонние блогеры, которые делают ролики про Локомотив, они стараются выбирать Брайана Идову, потому что он классный парень. Он очень заводной. И, наверное, он был бы стримером, если бы не неожиданная футбольная карьера. И тем не менее, мы прекрасно знаем то, что потолок возможностей Брайана Идову, он не очень высок. Это игрок Амкара. И он попал в Локомотив для того, чтобы подменять, для того, чтобы быть первым игроком в замены. Но легионер, который является первым игроком в замены, это не самая, наверное, хорошая роль. Я был бы не против, наверное, того, чтобы Брайан Идову остался. Но в свете лимита 8 плюс 17 вполне пойму, если для Брайана будут подыскивать новый клуб. А на его место, как и на место Маца и Рыбуся, все-таки купят сильного легионера на левый край. А Миша Лысов как раз тот самый молодой россиянин, который и должен быть первым запасным и будет его иногда подменять. Еще одним человеком, у которого в следующем году закончится контракт, является Ведрон Чорлука. И здесь нету больших претензий по игре Ведрона. Сам Ведрон замечательности бьет в инстаграме всех тех, кто пишет про то, что он уже старый, медленный и ошибается много, показывая свою инстат-статистику. Он действительно старый, он действительно уже не так быстро, как, наверное, был в молодости и ошибки у него есть. Но при этом это все равно столб нашей обороны, без которого Локомотиву будет тяжело. Это лидер и в раздевалке, и на поле, и может всем напихать и повести команду за собой. Огромное количество опыта и титулов, все при нем есть. Главная проблема это зарплата. Когда-то у Чорлуки заканчивался контракт, и он умудрился под шумок смены президента в Локомотиве выбить себе сказочные условия. Это 4 миллиона евро в год, а то и больше, по некоторым сведениям. Конечно, в новом Локомотиве Чорлуке столько никто не даст. Захочет ли Чорлука переподписывать контракт на гораздо более скромных условиях? Вот, например, Мануэл Фернандеш не захотел. Сможет ли Локомотив предоставить те условия, на которые Чорлука согласится? Я наверняка думаю, что Локомотив Чорлуку бы оставил. Но смогут ли договориться? Это огромный вопрос. Поэтому записать Чорлуку в явные кандидаты на оставание в Локомотиве я не могу. У напарника Чорлуки по обороне Бенедикта Хеведеса есть еще действующий контракт. Он не заканчивается. И пока он не дает поводов усомниться в своем классе и в своем уровне. После того, как он заменил Мурила в стартовом составе, проблем у Локомотива в обороне стало гораздо меньше. Мы все равно умудряемся пропустить какую-нибудь дичь. Но в большинстве случаев атаки блокируются центральными защитниками Хеведесом или Чорлукой. И за нашу оборону стало как-то спокойнее. Поэтому Хеведеса оставляем. С третьим центральным защитником, Соломоном Кверквелли, пока вообще ничего не понятно. У него якобы есть опция выкупа за 2 миллиона евро, которая активировалась после 1 июля. И Соломон Кверквелли не сыграл еще ни одного матча в этом чемпионате. Мы прекрасно помним то, что чемпионский сезон Саба провел на каком-то космическом уровне. И если бы после чемпионства он перешел за какие-нибудь 15-20-25 миллионов евро в английский чемпионат, предложения были. Никто бы не удивился. Но следующий сезон постчемпионский у Кверквелли вышел откровенно слабым. Это и проигранное единоборство. Это и какие-то чудовищные невынужденные ошибки, которыми он грешил. В общем, мы видели двух разных Кверквелей. И продать того Кверквелю, который был в сезоне 18-19 за большие деньги гораздо сложнее. Вполне возможно то, что Кверквелли так и предстоит обживаться в роли запасного, ожидая, когда Черлук или Хеведес получат какое-нибудь повреждение, не дай бог. Или перебор желтых карточек, или красную карточку. И только после этого выйдет и попробует показать свой уровень. Но нужен ли такой Кверквелли нам? Да, уйдет Черлука, но у нас есть Мурила. И Мурила нужно наигрывать. Возможно, стоит попробовать продать Кверквелю, пока есть такая возможность. И есть хоть какие-то претенденты на него. Но для этого, опять же, нужно, чтобы он хотя бы полгода активно поиграл в локомотиве и показал свой уровень. Но 100% сказать, что его нужно или оставить, или продать, я не могу. Пока плюс-минус. Еще одним человеком, у которого следующим летом закончится контракт, является Джефферсон Фарфан. Мы все безумно любим Фарека. Это человек, который действительно своими ногами, своей чудесной игрой принес нам чемпионство. Который тащил нас в сезоне 18-19, когда казалось, что у нас снова какие-то проблемы в атаке. И Федис, мол, не справляется. Фарфан снова взял в свои руки, в свою голову. Забивал и в лиге чемпионов, и в чемпионате важнейшие мячи. И в том числе, благодаря ему, мы заняли все-таки второе место и попали в лигу чемпионов. Но Фарфан уже далеко и не молод. У Фарфана довольно тяжелая травма, которую он получил в сборной. И каким он будет после своего возвращения, пока не знает никто. Отложим пока решение по Фарфану на следующую зиму, когда Фарфан должен будет уже оправиться от травмы. И станет понятно, готов ли он вообще вернуться на уровень высокого футбола. Или он, как мечтал когда-то, вернется в свой родной город, играть за свою родную команду в Перу. Мне кажется, что именно этот вариант наиболее вероятен. И следующим летом мы, так или иначе, с Фарфаном распрощаемся. Но этот парень навсегда, наверное, останется в наших сердцах. И последний игрок из числа легионеров это Эдер Лопес. С ним, наверное, с одной стороны проще всего, с другой стороны тоже есть вопросы. Наверное, с Эдером мы попрощаемся. Опять же, не самый юный возраст у Эдера и качество его игры устраивает далеко не всех. А количество голов, которые забивает нападающий Эдер, наверное, вообще никого не устраивает. К нему нет вопросов по самоотдаче. Он всегда один из самых активных на поле, всегда борется за мячи, скидывает их. Но нападающие, особенно в таких клубах, как Локомотив, который претендует на самые высокие места на игру в Еврокубках, должны, наверное, быть все-таки повыше уровнем, забивать побольше мячей. Именно поэтому мы, собственно, и купили Луку Джорджевича. Именно поэтому и, наверное, на следующий год мы все равно будем искать нападающего. И будем надеяться, что этот нападающий будет забивать много мячей и то, что мы его вообще приобретем. Ну а с Эдером, наверное, в таком случае придется проститься. Итого, если пересчитать тех футболистов, которые, по моему мнению, должны точно остаться в Локомотиве и прибавить к ним тех, в ком я не уверен, и Дову, и Кверквелию, то у меня получилось 6 человек. То есть у нас остается еще 2 места под лимитом. Это довольно хороший показатель. Это значит, что мы можем взять одного иностранного футболиста еще в это окно. Но, возможно, в следующее окно тоже мы возьмем кого-то высокого уровня. Может быть, на подмену кому-то из ушедших мирончуков. Возможно, да, мы продадим Кверквелию и сможем тогда купить еще и на его место центрального защитника. В общем, лично мне кажется, что такой план будет вполне оптимален для Локомотива. Ну а вы расскажите, кого вы думаете, что нужно Локомотиву оставить в числе 8 легионеров. И помните о том, что кого-то из новичков нужно будет купить еще в это трансферное окно. Возможно, в зимнее и в следующее летнее. Так что думайте о том, что, возможно, нужно оставить некое окошко под этим самым лимитом. Ну и если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это будет очень приятно. И спасибо вам большое. Встретимся на следующих стримах или, возможно, в следующем видео. Пока!